Где работать мне тогда? Чем заниматься в этих стенах? Всем как минимум по 17, а значит ответ на популярный вопрос нужно искать как можно скорее. Преподаватели и сотрудники технического университета помогают и словом, и сладким. А кто-то тем временем не раздумывает и, заручившись поддержкой старшей сестры, решительно действует. Если вы оплачиваете до 27 июля, то вы попадаете в первую главную зачисление, приказывают истин 22 утра. Мы поступаем после 11 класса на факультет бизнес-информатики. Бюджетных мест вообще по этим направлениям нет. Мы не можем сказать, что мы в восторге от того, что мы будем учиться платно. Но тем не менее, чем учиться бесплатно, непонятно на кого, и потом работать тоже непонятно кем. Я считаю, что все-таки лучше отучиться платно и знать уже, кем ты будешь. В этом году стоимость обучения по всем специальностям и направлениям подготовки возросла. А прежде всего это связано с инфляцией. Нижнюю планку для государственных вузов устанавливает Министерство науки и высшего образования. Вуз может согласиться с предложенной суммой или установить стоимость повыше. Но, как правило, этого стараются не делать. Как всегда, здесь все направления подготовки поделены на три группы. По затратности самая, ну скажем так, самая нижняя гранка, то есть самая маленькая стоимость у направления подготовки гуманитарно-социально-экономического профиля. Чуть дороже специальности, которые связаны с информационными технологиями, компьютерными технологиями. И самые дорогие, если можно так сказать, направления подготовки, где требуется дорогостоящее оборудование для введения образовательного процесса. Выходит, что стать дипломированным юристом или экономистом можно чуть больше, чем за 97 тысяч в год. Архитектура обойдется выпускнику и его родителям в 114 тысяч, а лечебное дело и педиатрия в 143. Это одни из самых популярных направлений в Тамбове, а вот наиболее дорогостоящими оказались несколько творческих специальностей. Стоимость обучения актерскому искусству и вокалу составляет почти 200 тысяч рублей в год. Но в Державенском университете готовы убедить, что учиться здесь в любом случае выгодно. При подаче заявления абитуриент получает вот такую карту. Она дает право на 10-процентную скидку в ресторанах, кафе, магазинах одежды и даже медицинских центрах. Ну а что? Может быть мне тоже куда-нибудь поступить? Тамбовский государственный университет проводит и гранты на обучение. Это, скажем, по специальностям культуры и магистратуры по математике. И здесь, конечно, надо обратить внимание, что у нас есть очень хорошая система скидок. На сайте она тоже отражена. Но в любом случае мы поощряем тех детей, которые набрали средний балл ЕГЭ, получили больше, чем 65. Это ребята, которые приходят к нам в рамках непрерывного образования. То есть они продолжают обучение в Тамбовском государственном университете. Ну и по ряду направление подготовки отдельно. Больше чем 4,5 тысячи абитуриентов уже подали документы на поступление в крупнейшие тамбовские вузы. В основном это выпускники школ и колледжей нашего региона. Но есть и приезжие, например, из Ленинградской области. Здесь получается дешевле, на самом деле, по стоимости, чем в Питере. Потому что, например, если брать, вот я иду стоматологический, а здесь, например, 140 примерно, 150, 140, 143 тысячи в год. А там получается где-то 200 тысяч, чем 290, вот так вот я узнал. Ну 300 почти. Здесь получается дешевле. И это там уже, сам понимает, Ленинград и там. И квартиры, то есть если даже снимать проживание, получается дешевле, чем в Питере. Сейчас приемная кампания в регионе только набирает обороты. Желающие поступить на бюджет узнают результаты ближе к концу июля, началу августа. Договорники не раньше 12 августа. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.